То, что произошло в Израиле, вы знаете, там много наших, уехавших в свое время, там народилось уже новое поколение, не все владеют ивритом. Но так как получали их родители, а многие из них получали образование в России, они очень умные. А перед тем, как принять их в Армию, там от армии не косят, там армия, это в радость людям. И поэтому даже приемные экзамены проходят в армии. И там даже есть такие офицеры, которые проводят тесты, собеседования с призывниками. Офицер, это называется, который проводит собеседование, офицер душевного здоровья. Ну, чтоб ты ни туда не выстрелил. И приходят наши призывники. А так как наши призывники не очень хорошо владеют ивритом, им картинки рисуют. И вот пришел военкомат еврейский мальчик. Он из России, он очень умный. Ему офицер душевного здоровья говорит, нарисуй кота. Мальчик плохо рисовал. Но он был еврейский, умный мальчик. Он думает, восполню своими знаниями неумение рисовать. Готовы точно? Он нарисовал дерево. Типа дуб. Поняли? Золотую цепочку. И кота на цепочке. Сейчас выключите свет, пожалуйста. Будьте добры. Поменяем обстановку. Ага. Нарисовал цепочку. А так как он рисовал плохо, у него получилось, это не кот, это козявка. О, правильно, что выключили. Сразу смех усилился. Вот офицер душевного здоровья Внимательно и долго смотрел На этого репина И его больше всего заинтересовала вот эта козявка. Потому что для него вообще загадка. Козявка на цепочке повесилась на дереве. Можно ли этого мальчика принимать в армию? Он же явно выстрелит не туда. Ну, он бывалый, поэтому он не должен кричать, он должен вести себя спокойно. Он спрашивает у мальчика, что это? Указывая на самое интригующее место в этой картинке, на козявку. Мальчик ему говорит, это кот. Ну, тот еще нормально, душевное здоровье не теряет офицер. А кот, кот на иврите, хатуль. Тот спрашивает, а какой кот? Мол, а ученый на иврите мадан. Тот говорит, хатуль мадан. Офицер-то уже завис ненадолго. Почему? Потому что мадан, наши ведь переводят на любой язык, с русского всегда, в прямую. А мадан, не в этом смысле ученый. Мадан, это член Академии наук. Вы представляете, что с офицером было? Вот это козявка, повесившаяся на дереве. Это член Академии наук. Я боюсь вам дальше рассказывать. Он говорит, мальчик, почему это у тебя хатуль мадан, показывая на козявку? Как в этом случае один известный сатирик Задорнов говорит, воздуховый говорит, наберите, наберите. Тот говорит, потому что, когда он идет направо, он песен заводит. А налево сказку говорит. Тут здоровье свое начал терять офицер в этот момент. И дабы его не потерять, он говорит мальчику, придешь еще раз. Ты не безнадежен, сказал он. А сам сел, закурил и долго смотрит на рисунок. Он пытается в этой козявке хоть какие-то черты хатуль мадана найти. Наконец, не выдержал, не нашел. Позвал секретаршу. Спрашивает, скажи, что это? А секретарша была из России. Она ему говорит, это хатуль мадан. Ну, у того реально мозг взорвался. Он думает, то ли секта какая-то, хатуль маданов образовалась. Он говорит, уйди отсюда, уйди, я буду думать дальше. Опять ничего не нашел. Говорит, помощницу главную позови сверху. Пришла и та из России. Когда она увидела вот эту козявку на золотой цепочке. И когда и третья ему сказала, что это хатуль мадан. Он взорвался. Он понял, что если еще чуть-чуть, его самого из армии выгонят уже. И говорит, почему у вас это хатуль мадан? Набирайте воздуху в грудь. Она ему говорит, потому что идет направо. Песнь заводит. Идет налево сказки, говорит. По всем военкоматам Израиля прошло сообщение. Есть ли призывник? Рисует козявку, повесившуюся на дереве. И говорит, что это хатуль мадан. Он приехал из России. А там все умные. Там даже хатули маданы. Эпиграф. Иногда шаг вперед. Есть результат пинка в зад. То, что в Египте есть пирамиды, Красное море знают все. Но далеко не все знают, какая легендарная гора есть на Синайском полуострове. Ну, правда, многие туристы не знают, что и сам Синай находится в Египте. Синай – это такой египетский Крым. Тоже полуостров, курорт тоже. Так же, как вокруг Крыма, идут споры чей он? Арабы. Ой, арабы пылко рассказывают, как во время последней войны с Израилем. Они героически разбили евреев и вернули себе Синай, который был еще их до того, как они сюда пришли. Евреи не менее убедительно доказывают, как после сокрушительного поражения, которое они нанесли арабам в той же войне, они подарили Синай побежденным из-за своей вечной еврейской щедрости. Так, в Израиль мне въезд закрыт. Но в отличие от Крыма, на Синай тянутся не только курортники. Это самое интересное. Еще христиане, иудеи из разных стран, которые знают, что согласно легенде Ветхого Завета, пророк Моисей получил заповеди для всего человечества от Всевышнего, именно на Синае, во время восхода солнца, на вершине одной из самых высоких гор, которую так многие называют теперь, гора Моисея, перед поездкой, ну, как бывший советский, я среди прочих книг взял Ветхий Завет. Ну, чтобы перечитать то, что никогда не читал. Ребенок родился. Чтобы перечитать то, что я никогда не читал. Как в таких случаях говорят, освежить в памяти. Взял адаптированный вариант для самых маленьких. То есть в России этот вариант Ветхого Завета предлагается первоклассникам, а на Западе первокурсникам. И вот, освежая в памяти то, что я никогда не читал, знаете, я пришел к выводу, что все пророки у евреев были очень беспокойными. Они никогда не давали своему народу нормально, спокойно пожить. Все время их гнали куда-то. Но самым беспокойным был Моисей Шуткалев. В одиночку уговорил уйти из Египта 600 тысяч израилетян. В одиночку. Радио не было в то время. Тут у каждого здравомыслящего человека возникнет вопрос. Как вообще в Египет попало 600 тысяч израилетян? Да еще в рабство, в то время как Израиль с Египтом не воевали. По одной самой простой причине. Израиля тогда не было. Была деревня Израилевка. А дело было так. Позвольте освежить в вашей памяти. В те древние-древние времена в Египет попал очень мудрый один израилетянин Иосиф. Фарон его полюбил. За то, что тот, в отличие от жрецов фароновых, умел разгадывать сны и умножал в уме на 10. И он его сразу сделал управляющим своей администрацией. Такой Чубайс стал. Но в натуре Чубайс. А когда остальные в деревне израилевки, израилетяне узнали об этом, сразу сказали, что они все родственники Иосифа. И стали потихоньку из своей деревни перебираться к Египетским закромам. Поближе, под предлогом, что они все родственники. Иосиф, надо отдать должное, открыл им всем лавки, шопы, бутики, организовал новые ударные стройки пирамид, храмов. Вот что мне нравится в этой ветхозаветной истории, лично мне, что евреев еще не было, а еврейские традиции уже существовали. Все это очень не понравилось аборигенам, которые считали, что пришедшие к ним не первопроходцы, а первопроходимцы. Начались волнения. Фараон от решения возникших проблем быстро укрылся. На том свете. А новый фараон оказался законченным антисемитом. И всех этих пришедших из израилевки погнал с насиженных мест, страшно сказать, на физические работы. Евреев на физические работы. Уже тогда для них это было равносильно рабству. Более того, он всех евреев лишил прав. То есть стали евреи в Египте практически негражданами. Сокращенно неграми. То есть первые негры в Африке были евреи. А что такое кризис? Как учил прищурец дедушка Ленин? Кризис. Это когда низы не хотят жить по-старому, евреи не хотят. Вот тут и появился вождь будущих евреев Моисей. Однажды он пас овец у себя на Синае. Присел так, чтобы передохнуть у будущей горы имени его памяти. И вдруг рядом с ним загорелся куст. Позже этот куст будут называть Неполимой Купиной. После того, как куст сгорел, он снова этот куст ожил. И до сих пор цел. Мне об этом рассказал один монах. Очевидец событий времен Моисея. А тогда из горящего куста Моисея услышал голосом о Всевышнего. Иди немедленно в Египет, уводи оттуда своих соплеменников. Скажи им. Это я им приказываю, Господь их. Будут они избраны мною народом. Если отрекутся от поклонения золотому тельцу. И будут верить только мне одному. И будут этой вере учить остальные народы. Покажу я им тогда их землю обетованную. Поверь, Моисей. Очень хорошая земля. Это я в Ветхий Завет вообще-то пересказываю. Он даже сказал, земля плодородная будет. Обещаю. Полна ископаемыми. Палку в нее воткнешь. Через год будут сыпаться с палки помидоры, апельсины, лимоны. У кого что? А чтоб твои соплеменники поверили, что это я тебя сам к ним направил. Прежде всего, Моисей, разреши-ка я разверзну тебе твои уста. Нельзя с таким косноязычием в большую политику соваться. И сотворил Господь из Моисея настоящего Копперфильда. Ну что только не вытворял Моисей в Египте. И воду в кровь превращал. И жезл в змею. И десять египетских казней наслал на все египетское народонаселение. Хотя они тут при чем? Их фараон не пускал евреев. А пострадало все народонаселение. Ну и в наше время то же самое. Жабы, крысы, змеи полезли изо всех щелей во всех домах коренных египтян. Голод начался. Морград побил урожай по всей стране. Причем интересно. Вся эта пакость вылезала только из щелей в египетских домах. К евреям ни одна гадюга не заползла. Видимо по языковым признакам различали они. Но самая умная оказалась саранча. У египтян коренных все что росло все поела. От еврейских хлебов отворачивалось. Вообще говорила, плевалась, говорила. Не буду есть израильские хлеба вообще. Вон тисемитская саранча была совершенно. В конце концов страшно продолжать. По просьбе Моисея, главный небесный имиджмейкер, такую разборку закатил. Покомандировал на землю ангела, который должен был в ночи умертвить всех египетских младенцев. Ну просто триллер какой-то. Надо сразу сказать, ангел оказался очень хорошим организатором. Первое, он сказал Моисею, «Пусть евреи пометят кровью, желательно крестиком, все двери своих домов, чтобы я когда в раж войду, не дай Бог ни того не задушил». Вот такие ангелы святые в то время были. Главное для них было ни того не задушить. Посмотрел фараон на утро, содрогнулся и сказал Моисею, «Чтоб ни твой народ, ни тебя я больше не видел». А вот тут уже сам Господь решил испытать избранный им народ. Начал с помощью Моисея водить их кругами по пустыне. Мол, кто пройдет испытание, тому земля обетованная достанется. Не ожидали евреи такого подвоха. Людям любое испытание кажется чем-то несправедливостью. Начали они своему пророку закатывать скандал за скандалом. Ты зачем увел нас в голод, в жару от привычного, сытого, пятизвездочного рабства? Короче, много раз бегал в ночи Моисей на вершину той же горы на курсы повышения квалификации для пророков. И все потом делал, как рекомендовал Всевышний. Захотят евреи пить, ударят жезлом в скалу, треснет скала из трещины, польется ручей чистейшей воды. Народ доволен. Моисей, верим тебе. И целый день верят, пока вода не кончится. Вот на утро захотят опять пить, опять роптать. Моисей, вообще-то мы голодные. Избранные мы или нет, в конце концов. И снова что? Тельцу золотому поклоняться. Конкретный, но золотой. К нему прикоснуться приятно. Снова Моисей в центр толпы, руки кверху, пароль, помоги мне, Господи. И с неба куропатки сыпятся, причем жареные, с приправой, правда, так написано. Практически куропатки-гриль. Первая в мире микроволновка была изобретена Моисеем. Но евреям мало, они опять роптать. А где хлеб? Мы избранные или не избранные? Моисей опять руки к небу, пароль, и с неба мана небесная. Первый в мире хлебозаменитель. Последний раз сказал довольный Господь, там же, на той же горе. Моисей, знаешь, ты молодец. Вот смотри туда вдаль. Вот за этими горами, видишь? Вот это земля ваша. Веди туда народ. А вот ты, извини, не дойдешь до этой земли. Я тебя заберу. Ты меня замучил со своим народом. И постоянным для него попрошайничеством. Ну что сказать, повезло Моисею, что забрал его Всевышний к себе до того, как его соотечественники увидели обещанную им землю. Разорвали бы на мелкие кусочки. Не то, что с палки лимона не сыплются, палку некуда воткнуть. Смотрели евреи на эту землю, и ни один из них не мог предположить, что всего через каких-то, через каких-то три с небольшим тысячи лет все эти камни покроются цветами. И что каждому туристу местные гиды будут говорить с радостью и гордостью. Посмотрите, каждому корешку этих цветочков компьютером вода через иглу впрыскивается. А ведь в этой земле раньше ничего не росло. И большинство туристов из разных стран будут уважать и любить Израиль за эту трогательно подведенную к корешкам жизни воду. А тогда рассердились евреи сильно на Моисея. Даже обидно стало самому Творцу. Решил Творец, не буду больше их учить. Пускай до всего собственным умом доходят. Мучаются пускай, умнеют сами. А поскольку многие из них еще Тельцу Золотому поклоняются. Пускай пройдут самое страшное испытание в истории с золотом. Тогда вспомнят, что были избраны мною, чтобы другие народы заповедям учить. А не для того, чтобы просто считать себя избранными. Вот когда это поймут, тогда и обретут землю обетованную в душе своей. В сломцами евреи своим собственным безверием привели себя к своему еврейскому счастью. Поверили бы сразу Моисею. Господь бы их привел сразу в Швейцарию. За 40 лет он их до Урала довезти мог. Недаром говорят, есть такая версия, гипотеза, что Всевышний так за вечные храптания на Моисея рассердился за то, что они ему предпочитают золотого Тельца, что 40 лет водил специально по пустыне. Искал место, где нет нефти. Нету в Америке антисемитизма. Они очень интернациональные ребята. У нас всем всегда другие нации виноваты. Ну что же это такое? Стоит пацан такой, такой с зубовым веером. И рядом с ним стоит вот эта девушка, которого он папик. Он папик у этой девушки. Они стоят напротив бутика. Бутик это по-русски будка. И модный магазин в гостинице «Славянская». Очень стеклянные двери, широко открывающиеся. И она смотрит, у нее глаза увлажняются, когда она видит туфли. Он говорит, я здесь сейчас все куплю. И так разворачивается и бздынь головой в стекло. Знаете, что говорит? Как схватился, говорит, суки евреи помыли стекло, не видно ничего. А когда наши попадают за границу, ну все, кирдык за границей. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще при даче купить часы. Купили часы в лавке в японской. Такое обыкновенное, дешевое часы. Но там же японцы всегда дают гарантию. Они не тонут, не горят. Пыль не попадает. Пули непробиваемые. Под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит, наши ведь не доверяют. Они в другом государстве выросли. Говорит, слышь, что-то я не верю. Тот говорит, ну проверь, чего. Ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговицы от солдатских кольцон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулась хозяину, а друг ему говорит, да ладно, у тебя ж гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел. Вот этот вот шметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит, а что вы с ними делали? Они говорят, да так, вот подогрели и знаете что. Японцам выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину. И говорит, посмотрите, что с нашими часами, может что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими, на тротуаре догнал их. И говорит, скажите, скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Тебе говорят, сварили. На следующий день в витрине этой японской лавки по-русски написано, часы не варить. Если японцы попадают в Россию, открывают какое-то кафе и женятся на русских, они в Японию не возвращаются, им не интересно. И вот японец, который женился на русской, уже 5 лет живет в Хабаровске, рассказывает мне историю, как у него выделился адреналин, и больше такого у него не будет, наверное, никогда в жизни. Она его посадила на самолет, и полетели они в город к ее родителям. И вдруг самолет падать начинает. Правый бок, левый, падает. И люди уже кого-то тошнит, просят бумажные пакеты. Кто-то звонит, прощается уже, земля приближается. Вещи болтаются, кто-то набил себе шишку. Вдруг самолет неожиданно выравнивается, летит, начинает набирать высоту. Все так. Только в России высовывается из кабины довольная в рожа летчика. И говорит, ну как, пацаны, козлов на поляне видели? Нигде в мире этого не может быть. Мне это напоминает анекдот, как самолет летел, летел, потом раз, перевернулся, и снова полетел. Спрашивают, а что было? Да насморк у пилота, ему закапать нос надо было. Гениальную историю мне рассказали узбеки. Вдумайтесь в следующую фразу. Как они, узбеки, смеялись над американцами? Узбеки получили образование в советское время, и поэтому они с ироничным мышлением. И когда в узбекскую компанию достаточно богатых людей, финансистов, должен был прийти американский посол в Узбекистане со своей свитой, один из узбеков подготовил шуточный тост. Он думал, что американцы будут смеяться. Сейчас! Рассказываю тост. Обращали ли вы внимание, господа, на один факт исторический, что Колумб открыл Америку, а Америка была названа не его именем. А причина вот в чем. Еще за 200 лет до Колумба Америку завоевал наш узбекский эмир. Он очень подружился с индейцами. И когда он уплывал, индейцы провожали его со слезами на глазах, но он им не сказал, как их звать. И они кричали ему туда, на корму, на корабль, как тебя звать, чтобы мы за тебя молились. А он им кричал с кормы, меня звать Ибн, Саид, Де Кефир, Абдурашлеп, Абдурахман, и так далее. Ну, в общем, вся песня с припевом. А индейцы, да что, мы не запомним, мы индейцы, мы же у нас головки маленькие, ты покороче. А есть такое в Средней Азии слово АКА. АКА это очень уважающее, уважительное слово по отношению к тому, к кому обращается. Это старший господин, это брат АКА. И тот ему кричал, зовите меня, кричал он с кормы. Амир АКА! И они кричали, Амир АКА! Амир АКА! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это вы смеетесь. Так появилось слово Америка. Это вы смеялись. И узбеки смеялись тоже в этой компании. Не смеялись только американцы. Американский посол неделю рылся в справочниках. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Среднему американскому классу. Потому что у нас гораздо больше именно живых людей. Мне один инженер наш, который работает в Америке, переезжает из Штата в Штат, написал потрясающий имейл. Я хочу, чтобы он вызвал у вас чувство гордости. Я вообще разделяю понятия Родины и государства. Вот я считаю, я живу в лучшей в мире Родине, но в чудовищном государстве. Когда я за границей, я скучаю по Родине, а возвращаюсь я в ужасе от государства. И мне этот человек молодой написал, я путешествую по Штатам. Вы знаете, что я понял? За несколько лет работы в Америке. Штатов много, а Россия одна. Вот город Благовещенск. Мне надо выйти в интернет. Ах, интернет тормозит, он срабатывает, он думает со скоростью. Эстонца-теросклеротика. Я подхожу к администрации, к администратору в гостинице и спрашиваю, где-то есть быстро срабатывающий интернет? Она говорит, есть. Готовы? Но туда на машине не проехать. Гениальный ответ, гениальный. Ну как бы я это узнал, живя в Москве? Я говорю, а на лошади? Ну просто я люблю так, к седлу ноутбук прибавлю. И в ботфортах с ноутбуком. И при этом, вот почему меня это... На какие размышления этот случай натолкнул? Как наши могут программисты побеждать в Олимпиадах программистов уже пятый год в мире? Если у нас интернет не срабатывает? Если не у всех есть ноутбуки? И я одному американцу говорю, наши хакеры, между прочим, самые опасные в мире, чтобы вы знали. Их боятся даже в ЦРУ. Что какой-то пацан в какой-нибудь деревне Шпикуловке, лёжа на русской печке, взломает защиту, потому что бабушка, причём на компьютере поколения до Куликовского сражения. Ну ладно, ну ладно. Это мне один парень сказал в Забайкалье, говорит, да у меня старый компьютер, а работает хорошо. Я говорю, а почему? Он говорит, да не знаю, наверное, потому что бабушка на крещение полила. святой водой. Я ему говорю, у тебя особый компьютер двухвёдерный. Нормальная шутка, я сам тогда тащился от этого. Вот. И вот у меня был разговор с одним американцем после этого. И, ой, вот это мне, это у меня было наслаждение вести его в ступор. И я об этом расскажу. Я ему говорю, американцу, не надо с нами воевать, не надо. У вас больше авианосцев, да. У вас больше пушек, ракет и больше самолётов, бесспорно. Железа у вас больше. Но у вас все планы и стратегические, и тактические в железной памяти в компьютерах. У вас все данные обо всем вашем вооружении. Только вы что-то замутите. Как какой-нибудь подросток из деревни Нижней Кошмаровки. Взломает файлы ЦРУ. Да не потому, что он патриот, а чтобы приколоться, понимаешь? И вечером хоровод будет в этой деревне. От счастья, что американские ракеты полетели по адресу отправителя. Американец побагровел. Говорит, и мы можем ваши файлы взломать. Я им говорю, вот тебе. Ну, показал так, чтобы он не видел, вот так сам себе. Я говорю, никогда ваши люди не взломают наши файлы. Никогда наших планов не узнают. Он говорит, почему? Я говорю, потому что наши генералы рисуют планы карандашами, понимаешь? На бумажках. И хранят в сейфе. В сейф проникнуть невозможно. Его охраняет ГБшник, которому 123 года. Он еще из самодельной рогатки два истребителя сбил во время ледового побоища. Потопил собственными руками пять подводных лодок. Даже если какой-нибудь Бэтмен или Человек-паук, или Человек-козел проскользнет мимо него, тот старшего лейтенанта-уборщицы тети Дуси. Он уже не спрячется, а тетя Дуся вооружена лазерной шваброй и квантовым ведром. А почему сейф охраняется с такой тщательностью? Не потому что там планы. Нет. Там шкалик самогоноса. И кусочек сальца, который генералу прислала мама, чтобы он не забывал свою родину, как никогда. И вдобавок он побагровел. Америкос побагровел. Я думаю, надо добить его. И добил классно. Я говорю, кроме того, вы еще и не бойцы. И в поле с нами не надо сражаться. Вы хороши бойцы в голливудских кино. А у вас гамбургер у десантника вынешь из рюкзака? Он не боец. А если он еще туалетную бумагу потеряет? Он вообще сражаться не сможет. Наши экскурсоводы очень хорошие. Во всех странах мира они образованы. Но когда они вот видят, что с ними популярный человек, они начинают расспрашивать. Мол, а как там Путин с Медведевым? А как там Пугачёва? А Галкин? Я что, за молодоженами слежу, что ли? Мне надо Альгамбру посмотреть, Севилью. А им неинтересно мне показывать. Я взял испанца-гида. Замечательно, он меня не знает. Но он начал напрягаться. Вдруг где-нибудь в Альгамбре он смотрит, русские туристы так начинают на меня смотреть, потом друг другу пальцем. И им уже пофиг дым Альгамбра. Они бегут ко мне. Соткаемся. Я только руки расставлю вот так вот. Они тут у меня меняются, фотоателье работает. И он такой напряг вошёл. Думает, кто это такой, глядя на меня? Пожомканный плейбой. Это же... Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Ну, я ему дал адрес моего сайта. Говорю, зайдите, поглядите. Он из сайта перешёл на Ютуб, на живой журнал, посмотрел концерты. Впечатлён был реально. Ну, тысячные залы, да, хохочут. Он вернулся. Он на утро приехал. Он так меня уважал за то, что вот смеются люди. Он даже не испанец, он японцем стал. Вот так вот. Он говорит, я вчера... Он ни слова по-русски не знает. Говорит, я так смеялся. Ну, смех же заразителен. И он рассказал тем, кто работает в отеле, работникам отеля, о том, что вот я известный человек в России. Они тоже японцами стали. Ну, работники отеля... Есть такое русское слово. Ресепшн. Вот. Он все понял. На ресепшне. Ресепсионистом. И он им стал говорить, что значит, вот я делаю смех над американцами. Это вообще они меня просто полюбили до конца. И они мне говорят, вы правы. Но мы не можем смеяться над американцами. Хотя так, в куларах, конечно, мы о них судачим, друг другу рассказываем забавные истории, связанные с ними. Вы правы. Они, как сказали испанцы, narrow-minded. Узкоумственные. И заранее известно все, что они будут делать. Они чувствуют себя главными в мире. Это так противно. Но мы не можем, в отличие от вас, им ничего ответить. Вот. Правда, они хорошо сказали потом. Правда, вы, сказали они мне, русские тоже не подарок, сказали. Но вы интересные. Вот. Американцев всегда можно вычислить. А вы обязательно нежданчик припасёте какой-нибудь. Я их спрашиваю, а как вы узнаёте русских всегда? Всегда. Я говорю, ну, многие наши одеваются уже как за границей. Они говорят, да ну что вы. Только русские женщины на завтрак приходят в макияже. Вот. Наша станет на час раньше, но обязательно намажется. Ну, как, мюзли есть не намазанные. Это невозможно. В бальном платье приходят. А с ней рядом муж в белых тапочках. А мужчин узнают, знаете как, тоже интересное наблюдение. Я не обращал внимания, потом посмотрел, думаю, да, правильно. Русские мужчины во всём мире, большинство, не все, когда идут мимо витрины, смотрят на витрину. И живот втягивают. Вот так вот. Их витрина не интересует. Их интересует, пивасико ещё можно вонзить или нет. Какие точные наблюдения, да, испанцы сделали? Говорят, только русские на улицах гавкают на собак. Я говорю, у нас в России они и кусают собак. Ещё вы не говорите. На четвереньки встанут, у вас-то они стесняются. Вот тоже сделано наблюдение работниками гостиницы. Другие не могли такого наблюдения сделать. Только русские забывают номер своей комнаты. Это потрясающе. Причём, если американец забудет, что, в общем-то, редкость, он идёт на ресепшн и спрашивает, у меня фамилия такая. Какой у меня номер комнаты? И к нему уже относятся нормально. Говорят, такой-то. Русские, слава богу, не знают, что посылают в комнату по фамилии. Они бы обокрали полотеля нашей уже давно. Только наши ищут следующим способом свою комнату. Вот эти ключи, похожие на кредитки, проверяют по всем комнатам, какой двери подходит. А так как забывают русские номер своей комнаты ночью, по пьяни, вы представляете, какое сквернословие на всех языках мира они выслушивают? Вот замечательное наблюдение. Лифт. Только русские останавливают лифт ногой. Иностранцам сказали, там есть кнопка. Стоп. Вот они бегут, опаздывают, лифт уже почти закрылась дверь, они ищут кнопку, ищут, ищут, ищут. Тупые конкретно. Потому что лифт пока не ищут, уезжают. У русских проблем нет. А, и всё. Иностранцы с таким восхищением смотрят на русских. Какие смелые ребята, вот так вот на голову. Они же, они же труслы, они же думают, что ногу оторвать может лифтом, там будет травма нанесена. Только русские мужчины в лифтах смотрят на женщин любых национальностей, любых возрастов. Ну, это действительно, американцы в лифте боятся смотреть на женщину долго, пристально. Больше 30 секунд, если американец смотрит на женщину в лифте, есть в некоторых штатах такой закон, могут подать в суд за сексуальное домогательство. Но совсем их бабы одурели, что ли, от своей эмансипации. Наши бабы бабами остались. Если ты не будешь на неё смотреть, она ещё кривляться начнёт перед тобой. А если ты после этого не будешь смотреть, она тебе вообще в морду даст. Причём при таком повышенном темпераменте, откровенном отношении к женщинам, вот тоже испанцы заметили, только русские в стриптиз-барах во время стриптиза засыпают. А я-то понимаю, почему. Я им объяснил. Ну, к ним подходит. Да чтоб денег не платить. Вот это... Вот это краля подходит, а он... Он... Он не хочет с бабками русоваться. Она ж не знает, что он подглядывает одним глазом вот так вот. До пояса он всё равно видит её. А наши женщины трогательные. Очень. Вот молодцы. Наши женщины остались женщинами. Это так трогательно. Только наши женщины за границей в отелях прибирают в номере перед приходом уборщицы. Муж... Муж говорит, ты чё делаешь? Она говорит, уборщица придёт. Неудобно. Говорит, у нас... У нас постель не заправлена сейчас. Ой, а уборщицы, вот это... Хаускиппинг, красивое слово. Они вообще боятся к русским в номера заходить. Потому что... Потому что там обязательно мина какая-то замедленная. Где-то нежданка заложена. Ведь русские никогда не переключают душ после того, как примут его на кран. Никогда. Ему быстрее бежать надо. Всё. А хаускиппингу надо набрать в коду, между прочим. Она подходит к ванне. Ставит ведро, наклоняется. Вот. И включает краны. И мокрая портянка. В один момент. Не надо... Потом испанцы восхищают, что русские не говорят ни на одном языке, но проблем нет никаких. Никаких сдерживающих центров. Никаких комплексов. Ой, ну действительно, русскому надо, например, купить сыр козий. Он спокойно говорит, чиз, и козла изображать начинает там. Рожки приставить, скакать начинает. Испанский таможенник не узнал русского туриста. Ну такой, высокий. А наши высокие, когда русские, они очень на немцев похожи. И таможенник спрашивает, дочь, дочь, дочь? А тот говорит, да. И поднял дочь. Говорит, вот дочь моя. А на пляжах, знаете, как узнать русских? Даю совет. Вы же многие есть и на курортах. Вот иностранцы на пляжах такие лежат темненькие. Русские красные, красные. Если красные, это русские обязательно. Вот, чтобы обгорело, чтобы облупило, чтобы адреналин сочиться начал из ран кровоточать. Чтобы жена йогуртом на ночь намазала. Чтобы интересно жить было. На Мальте. Оформляемся на рейс лететь в Москву. Дочь говорит, пап, смотри, русские стоят в очередь. Я не могу. Я поворачиваюсь. Красных два человека стоит. У одного рука сломана, у другого нога. Наши конкретно отдохнули. Испанцы, кстати, заметили, что у русских понижено чувство опасности. Например, в море купаются, как правило, русские. Или пьяные немцы с пьяными финнами. А ночью никто не купается. Это опасно. Если сказать, что в море акула, русские бегут в море. Они вылезают и говорят, она меня испугала. На берегу, на пляже написано, купаться ночью запрещено. В Испании, на курорте. Наш раздевается прямо под этим объявлением. Ну, вещи надо к столбику приложить куда-то. Подходит Испанец, охранник, говорит, купаться запрещено. Он говорит, почему? Наезд конкретный. Наш говорит, ну ты тупой. Ну, лунная... А он же пьяный наш, естественно. Ну, это же кайф. По лунной дорожке. Да, две лунных дорожки у него сейчас. В ночи, по даты. Испанец говорит, это опасно. Он говорит, чё опасно? Испанец гениально посмотрел на наше внимание. Говорит, ты чё русский? Он говорит, да. Тебе можно, тебе не опасно. Есть ещё несколько мифов, сказок, которые придуманы про русских. Русские агрессивные. А теперь давайте подумаем, в чём наша агрессия. Крестовыми походами наши не ходили предки. Наоборот, с именем Иисуса это кощунство было для наших предков. Наоборот, благодаря тому, что наши предки объединились, был разбит и навсегда перестал существовать самый смертоносный орден крестоносцев. Они, кстати, действительно тогда ещё тупыми были. Они в доспехах полезли на лёд. Это первая встреча по хоккею состоялась в мире тогда. Счёт был разгромный. Более того, славяне никогда не жгли женщин на кострах. Инквизиции-то не было. Почему? Потому что, во-первых, честь и хвала нашим попам. Они были бабниками. Они бы никогда бы не разрешили казнить женщин. Видно, видно по европейским женщинам, по нашим. Наши зато теперь самые красивые в мире. А те уничтожили красивых женщин, чувствующих женщин. И что? Вот я на пляже в Риге нахожусь. Идёт наша. Сразу видно. Красивые. Глаза пытливые. Видно, мужиков осматривает. Какие плавки, какие очки, почём, что. Мужики, когда видят, мужик втягивает животы вот так вот в себя. Наша идёт. Идёт европейская. Выпускают животы. Вообще это... А чё ради неё тут кошмарится? Просто чингачгук большой змей идёт. Это... Это вот смотришь на европейскую женщину, понимаешь, была инквизиция. Ни одного женского гормона не источает. Ой, американки ходят по пляжу. Я периодически всё-таки к своей любимой стране возвращаюсь. Парижскому пляжу, видимо, где-то в рекламе было показано, как надо дышать. А они уже без рекламы даже дышать не могут. И было показано, что надо ходить по пляжу с лыжными палками. Это так смешно. А американцы ходят с лыжными палками. Ну, мы уже привыкли в Риге к этому. А семья из Ростова приехала. И они рядом со мной расположились. Идёт американка с лыжными палками. А те с похмелья. У них ощущение глюков просто каких-то страшных. Нельзя было казнить женщин. Нельзя. Женщине надо любить, и о них заботиться. И в результате Европа нарвалась. Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Они нас считают агрессивными. А на самом деле, казнив женщин, что у них произошло? Нарушили гармонию и равновесность энергии мужскую и женскую. И что? И стали пи***ни. Я не виню тех, кто поменял сексуальную ориентацию. Они выполняют космическую задачу. Они восстанавливают энергию женскую. Нехватку женской энергии. Неуклюжим способом. Но задача эзотерическая практически. И поэтому они геи. А вот тех, кто нас называют агрессивными, ни одной войны мы не развязали мировой. Сибирь заселяли. Разве вы видели где-нибудь резервации наших нанайцев и удыгейцев? В Сибири часто их называют нашими русскими индейцами. С ними дружили наши крестьяне. Они защищали их от торговцев китайских. Как говорят, освоение Сибири. Как говорят, завоевание Америки. Были священники, которые на корякском языке коряком читали Библию. Переводили специально. Вы можете представить себе испанского конкистадора, который в Монтисуме читает у костра Библию. Никогда в жизни ваш смех тому подтверждение. Ни одной мировой войны наши не развязали. Но весь мир поверил. Русские агрессивные. И мне латыш говорит после этих событий с Грузией. Какие же вы неуемные. Вам все мало. Я говорю, мы агрессивные. Почему? Он говорит, да вы даже под Сталинградом повели себя неадекватно. Нормально? Мы что накормить должны были немцев сначала? А будь приголубец. И никто в мире не обращает внимания на одну деталь. Языковую. Призыв за Родину есть только в России. Нигде в мире с таким призывом в бой не идут. Нелепо представить себе, согласитесь, американцев в Ираке с призывом за Родину. За нашу калифорнийскую нефть в Ираке. Также невозможно представить себе англичан в Индии, сражающимися за Родину. Вот. Потому что у нас есть два слова. Они разные. Родина и государство. Родину мы любим. Поэтому мы говорим, Родина – мать наша, а государство – мать вашу. Знаете, немцы загружают данные о войне последней в компьютер и никак не могут понять, почему они проиграли войну. И пушек больше, и танков больше, и самолетов больше проиграли. Компьютер всегда выдает результат победы за Германией. Всегда. Почему? Потому что компьютер Родину не сканирует. Только государство. Потому что государство – это голова, а Родина – это сердце. А компьютер сердце не сканирует. Не подвластно сердце компьютера. И Гитлер был счастлив, когда его разведка выкрала у советского государства карту дорог. А у Родины этих дорог не было. Наконец, самая последняя легенда сказка – русские ни на что не способны. Это отсталый народ. Вот у меня вопрос. А почему вы тогда скупаете наших ученых, наших хоккеистов, программистов, даже футболистов начали скупать? У нас и так их раз-два обчелся. И уж совсем не в непонятке Европа, почему на Евровидении последние годы все время славянские фамилии где-то рядом с призовыми местами. И на призовых местах. Почему такая радость у нас была с Евровидением? Мы верили, наш победит. И наш победил. Ну, мы, правда, поначалу на Приходько надеялись. Ну, от Приходько такой реальный Приходько начался. Когда она за 7 секунд на 82 года постарела. А у нас был засланный рыбачок. Какая потрясающая комбинация. Русский-белорус из Норвегии на английском языке. Вот это... А в Европе не могут понять, почему действительно так... Вот славяне все время побеждают. Они не могут понять, что, во-первых, наши очень способные люди. Это раз. Второе. Наши очень быстро соображают. Третье. Славяне после того, как СССР рухнул, крупой разбрызгались по всей Европе. А славяне очень патриотичны и очень любят свою родину. Особенно, когда с нее уезжают. Поэтому, если славянину надо проголосовать, он обязательно проголосует. А там ведь надо проголосовать, позвонить по правильным телефонам. А наши соображают быстро. Пока эстонец думает, кто ему понравился. Наш уже позвонил куда надо с шести телефонов своих. В трех сменил карточки, позвонил еще раз. И мало кто знает, какие призовые места вообще за последние годы наши люди получают. Конкурс в Ирландии певцов. Опять наша победила. В том конкурсе когда-то Хворостовский победил. Конкурс, Олимпиада театрального фехтования в Европе и в мире побеждают наши молодые актеры. Проводится соревнование по спортивному ориентированию. Тут вообще нам равных нет. Потому что, ну еще бы. Там вообще с приборами надо из лесу выйти. Ну, ребят, не надо при острыхе играть на скрипке. Мы без приборов можем из лесу выйти с похмелья. На запах рассола просто пойдет наш человек и все. Но, слушайте, футбол ожил. Это вообще невероятно. Ребята из комы вышли. Вспомнили, что у них ноги есть. Это вообще непонятка для Европы. Казань задрала Барселону. Это откуда это взялось вообще? И вообще, кто такие эти русские татары в России с негритянской внешностью и турецкими фамилиями? Мир в непонятке от России. Мне понравился министр спорта Мутко. Который сказал, спорт должен быть прозрачным. Вот это. От человека с фамилией Мутко мне это очень нравится слышать. Ну, наконец, слушайте, бармен наш победил в Берлине на конкурсе барменов. Барменство это вообще не наша профессия. Это в Европе принято жонглировать, наливать, смешивать коктейли. Наш победил. Все опять ничего понять не могут. А он не просто жонглировал, наливал коктейли. Он еще пел, танцевал, рассказывал анекдоты, курил. Кольца пускал. Через них струю пропускал. Дыма. Как вам не стыдно? Я вообще ничего не имел в виду плохого. И еще хула-хуп крутил одной ногой. Когда его спросили, как вы научились столько дел делать, я не могу. Он так искренне ответил. Да я в юности работал водителем маршрутного такси.